Привет! Она смотрит на меня! Прямо в душу! По-моему, это точно мерзкая аномалия. Но ничего, я доберусь до первого этажа. Боже! Эй, друзья, всем привет! Всем бугагашечки! Нептун здесь, и это рубрика Поиск аномалии. Сегодня будем искать аномалии в проклятом отеле. У-у-у! Он проклят! И первое, что нам бросилось, это сообщение. Дорогие жильцы этажа 13, если вы заметите аномалию, то, скорее всего, вы стали жертвой проклятия 13 этажа. Но без паники. Все, что вам нужно, это всего лишь доехать на первый этаж. Если вы видите аномалию, то садитесь в красный лифт. Если вроде как аномалии нет, то в зеленый. Ну и, собственно, нужно преодолеть 13 этажей. И только тогда можно спастись. Визуально, кстати, игрушка очень сильно напоминает другую игрушку с поиском аномалии под названием Комната 96. Я на канале ее приходил, но она как будто бы более расширенная. Ну то есть здесь, видите, здесь очень большой коридор. Та игрушка, Комната 96, она вот здесь вот обрывалась. Была стенка, и типа все. Дальше не было ничего, никаких помещений. Нам нужно было заучать, ну, заучивать только окружение. Здесь начало такое же, но тут, видите, дальше помещения идут. Плюс некоторые изменения внутри старых помещений. Не знаю почему. Возможно, если бы я играл вот в эту игру сначала, а потом уже в ту комнату 96, я бы думал по-другому. Но что-то общее действительно есть. Даже лифты в том же месте. Давайте запомним. Так. С левой стороны две закрытые двери. Воу-воу, мерзкая страшная кукла. Довольно часто встречающаяся, кстати, в инди-ужастиках. Особенно в мобильных. Красный чемодан. Красная табличка на ручке. Номер 200, ой, 302. Слегка покосился. Кстати, 302, 302, это совершенно не тот номер, где был Генри Таунсинт и Сален Хилл 4. Там, по-моему, 302 был номер, да? Если мне память не отшибает. Возможно отсылочка. Но, кстати, можно зайти. Так, давайте сначала пройдем по коридору. Значит, слева синие таблички, с правой стороны красные таблички. Во втором, отделе с номерами, я слышу плач ребенка и напевание матери, которое пытается его успокоить. С правой стороны две запертые двери, и красные таблички. Здесь зеленые таблички, тоже две запертые двери. На тележке красные и зеленые чемоданы. Картина с горами, огнетушитель. Здесь у нас номеров нет, есть две двери, одна, кстати, приоткрытая. За ней красное освещение. Цветок. А диванчик здесь, диванчик там. больше ничего нет, пустая. А, ну и тележка, и урна, и все. Допустим. Здесь у нас тоже ничего нет, ну, разве что пожарная тревога, кнопочка и камера. Дверь не открыта, да? Ну, как-то так. Ой, не знаю, запомнили я все это дело. Давайте посмотрим, что в самом начале. Во-первых, ковер есть, урна здесь, урна там. То есть, абсолютно симметричные комнаты. Ну, разве что здесь есть огнетушитель, а здесь его нет. Картины. Здесь и здесь тумбочки, лампы и диван есть с обеих сторон. Вроде как-то более-менее запомнил. Здесь у нас номер этажа. Здесь у нас прекрасная картина с пейзажем дорога и лес. Начинается все с 301-го номера. Вот 304-й здесь. Опять же, 302-й покосился. Значит, там 305 по 308. Выход exit. Табличка там в конце. Здесь в начале. Так вот, причем одна комната открыта. Можно зайти, посмотреть, что есть внутри. Сразу за дверью какой-то зелено-желтый чумодан. Шкаф. В туалете у нас, значит, есть голубое полотенце, зеркало, розетка-выключатель и розетка здесь. Ммм, ванна. Ничего лишнего нет, кстати, запомните. Унитаз открыт. Есть ёршик огромный. Туалетная бумажка, душ. Очень странно, кстати, расположен. То есть, вот прямо здесь принимать душ? Погибать перегородку или что? Ну, вот я дверь закрою, вода же бойдет сквозь дверь, просто, ну, там, снизу литься спокойненько на ковер. Очень странно. Шумит радио. Так, тут у нас, значит, синий чемоданчик, лампа, тумбочка радио, картина с мостом, шкаф, урна, столик, страшная игрушка с большой головой в красном платье, без волос, телевизор не работает, картина еще одного моста, грязная посуда, три тарелки, вилка-ложка, кастрюля-поварешка. Так, чашка, чайник одного цвета, стул, столе, по обоим углам, видите, по лампе и по тумбочке прикроватной. Кровать правильно заправлена, аккуратно, а две подушки. Да хрен его знает, друзья. Честно, скорее всего, просто не запомню такие детали. Пока что на первый взгляд кажется, что все очень-очень, ну, много деталей. Но написано, что на этом этаже, на тринадцатом, аномалии нет. Соответственно, мы вроде как все запомнили. Аномалии нет, значит, идем в зеленый лифт, на один этаж ниже. Да? А, или, видимо, нужно нажимать, пуш. Блин, песня вспомнила, Satisfaction. Кстати, послушайте, Бенни Беннесси, очень классный саунд. И... Мой первый шаг. Двенадцатый этаж. Черт, мы все умрем. Я забыл все. Так, огнетушитель, урны здесь. Картина на месте, диван на месте, коврик на месте. Вроде бы все на месте. Картины вроде бы не поменялись. Тут пейзаж города, там пейзаж Лувра. Так, выход с... Экзит нормально все. А табличка тоже часть аномалии? То есть она может поменяться, например, или исчезнуть? Я думал, что она будет только на первом этаже. Так, а вот стоит ли, знаете, запоминать детали на картинах? В предыдущей игре, помните, номер девяносто шесть, который я упоминал в начале? Там картины просто менялись местами, там или пейзаж менялся, но... Ничего там инородного не появлялось на самом пейзаже, да? Не знаю, как здесь все устроено. Главное место, как раз на чебаданном месте. Треста... Ага! Видите, ровно лежит. А до этого был подкошенный значок, значит, это аномалия. А это только одна аномалия может быть? Ну, он должен быть подкошенный, следовательно, это аномалия. Идем в красный лифт. Оп, оп, опа. Слушайте, эта игрушка играется приятнее, чем комната 96. Я не знаю, почему, она как бы плавнее у меня работает, движется, и она объемнее, меньше лагает. Надеюсь, что разработчик не подкачает, и она до конца, ну, до конца моего выживания продержится. Молодцом данная игрушка. Вот, видите, значок покошен. Так, лесной пейзаж остался, кукла на месте, два зеленых этих на месте. Так, желто-зеленый чумодан, голубое полотенце на месте, розетки, полетная бумажка, кто ли это открыт? ой, слышите, да? Что-то там, дарн, дарн, дарн. Это аномалия. Никаких посторонних звуков я там, если честно, не слышал. поэтому это однозначно аномалия. Круто. Так, я правильно же иду, да? Десятый этаж. Пока что все более-менее нормально. Лампы на месте. Тут все без изменений. коврик на месте. Лесный пейзаж. Лампу стоит запоминать, как вы думаете? Ну, эти люстры. Дарн. Дарн. Мост. Мосты картины на месте, радио на месте. Тут вроде бы все без изменений. Да? Да. Наверное. Так, давайте пройдем дальше. Ведь аномалии может и не быть. Красные, зеленые. 305, 308 номера. Два чемодана на месте. Коврик на месте. Картина гор. Огнетушитель на месте. Тележка. Диван. Урна. На месте. Красное освещение на месте. По-моему, здесь нет аномалий. По-моему. Я могу быть неправ. Но давайте попробуем, проверим. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу зафейлить, не хочу, но я надеюсь, что все нормально. Да, там не было аномалий. Девятый этаж. 666? Число зверя. Ну, такое не заметить грешно, по-моему, да? Балдюж! Так. Затишье перед бурей, да? Ну, вроде бы нормально все. Пока что. Восьмой этаж. Картина на месте, кукла на месте. В комнату будем заходить? Сразу или потом? Кукла урна. Hello? Hello? Anybody here? Три грязных чашки. Ложка, вишка, поварешка. Ложка, вишка, поварешка. Ага. Вот это я сказанул. Мост. Мост. Ну, пока что нормально. Идем дальше. А красные бирки здесь. Двери заперты. 305, 306, 307, 308 на месте. Звуки те же. Так, пейзаж, картина, а горы на месте. Поднятушитель тоже. Тележка пустая. Вроде бы так и должно было быть, да? Ага. Камера. Диван. Красное свечение. Цветок. Ой, друзья. На первый взгляд экзит. На первый взгляд аномалии нет. 301, 302, 303, 304. Ну, допустим, аномалии нет. Арт. А сейчас хопа и будет 13 этаж. Я приду в начало. Черт! Да! На этом этаже нет аномалии. А что было? Подождите. Подождите, может, люстры пропали? Что-то я вот на люстре не обратил внимания. Все остальное вроде бы не так мне бросилось в глаза. Так, лады, аномалии нет. 13 этаж. Что же я пропустил? А? Народ. Знаете ли вы? Так, возможно, что-то с люстрами, потому что я про них почему-то себя забываю. Да, мелкий? Штягло там в глаза такие мелкие детали. Стоит ли запоминать? О, картинка поменялась. Здесь был мост, а теперь там какой-то лесной опять пейзаж вот такой вот. мега-аномалия признанная. Вторая попытка должна пройти очень удачно и очень успешно. По-любому. Так, две ломпы, все на место. На месте. Тут вроде бы тоже. 11 этаж. Блин, стоит ли вот прям разглядывать картину? Это я не знаю. Скорее всего, возможно, нет. Мерзкая кукла. 301, 302. 303, 304. Люстры на месте. О, привет. Она смотрит на меня прямо в душу. По-моему, это точно мерзкая аномалия. Но ничего, я доберусь до первого этажа. Я буду первая, кто спасется здесь. А все остальные будут глотать пыли из-под моих колес. БГ. Оу, приветик. Ты какого это лешего тут делаешь? Подожди. А, она телепортировалась. Я думал, может быть, там вторая кукла появилась здесь. Ну, это точно. По-моему, вопросов быть не может. так, вроде бы нормально. Лампа на месте. Экзит на месте. Картина дорога. 303, 304, 301, 302. Он сидит на красном чемодане. Все нормально. это чемодан на месте. Ой, ой, это аномалия? Ой, 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 это странно. Это крайне странно. Я впервые такое вижу. Ой, ой, ой. Короче, друзья, у меня, у меня поменялось управление. То есть, я сейчас нажал назад, а он идет вперед. Вот сейчас нажимаю вперед, он идет назад. Я мотаю мышкой влево, а он мотает, видите, вправо. То есть, у меня полностью все управление инвертировалось. Ну, по-моему, это однозначная аномалия. Так, это как-то неудобно придется делать. Блин, неудобно. О, фух, вот теперь нормально все стало. Блин, вот это впервые я вижу, реально. Я такой аномалии ни в одной игре не видел. Здорово. Так, тут диван, две лампы. На месте, на месте, на месте, гнутушитель. Здесь, вроде бы, все тоже норм. Сартин с дорогой. Так, 303, 304. Давайте сделаем сначала быстрый такой обход, а потом не очень быстрый. так. Чайник же на месте? На месте. Ммм, радио по-прежнему не работает. кровать заправлена нормально. Урна. Ага. Так, ну, опять же, на первый взгляд все здесь чистенько. погнали дальше. 305, 306, 7, 8. Картина, пейзаж, городнетушитель. Ага. И, казалось бы, ничего не поменялось, но я заметил. Пропала сигнализация отсюда. Ну, камера, короче, вот здесь она была наверху, в углу. Это аномалия. Ну, слушайте, получается, что нам теперь нужно запоминать даже такие мелкие. Я думал, что это не обязательно запоминать. Где камеры, например, висят? Она была в углу. Блин, тут пожарная тревога, тут пожарная тревога. Надо запомнить. Тушитель, картина, пожарная тревога здесь. Так, тут камеры где? А, камеры вообще пропали, их тупо нет. Так, ладно, давайте, это аномалия. Запомните, они по ходу со всего этажа пропали, камеры. Во. Во, вот эти появились. А, то есть всех запоминать необязательно, это просто одна из аномалий, что они просто пропадают. я думал, она как-то переехала. Седьмой этаж, пока что это мой рекорд. Поднетушитель, пожарная тревога. О, урна. Картина на месте, картина, тут все на месте, вроде бы, экзит правильно висит. Картина на месте. Боже, какой-то мерзкий звук. Это аномалия, 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 аномалия. Клацай, клацай, клацай. Фух, я чуть не стал жертвой этой мерзкой куклы. Я чуть не умер. Боже мой, но мы прорвемся. По-любому. Так, диван, урна, тележка. Тут диван, больше ничего. Пожарная тревога, камеры на месте. Красное свечение, листик. Ну, вот как будто бы, как будто бы, лампы на месте. Здесь нет аномалий. Давайте понадеемся. Шестой этаж. Я надеюсь, что будет пятый. Нет, по всем параметрам как бы пора. Серьезно. Да ёперный театр-то. Ну, что ж ты будешь делать? Что там было? Что я мог профукать? Был мой замечательный рекорд. Боже! Что это было? Я обосрался, на которой огромная куча в лифте у меня лежит кирпичей. Что это было? Какая монашка? Откуда монашка? В этой игре скремаки есть. Обалдеть. Боже! Боже! Как мне теперь спать? 12 этаж. Короче, сейчас будем по-быстрому проходить монтажом. Эту игру я хочу пройти. Она классная. Она намного лучше, чем комната 96. Так, так, так. Я тут нашел немножечко тефтелек в виде голов. Кто-то не доел. Твои головы, да, маленькие? Страшные куклы. Так, короче, это аномалия. Однозначно. Едем дальше. Так. А он был такой зелено-желтый. Теперь он синий. Так. Тоже нашел аномалию, да? Милкий прайдух. Я нашел аномалию. И... Едем дальше. Ну, не знаю, друзья. Я сейчас все обошел. Не знаю. Не вижу аномалий. Их может и не быть. Поэтому погнали. Может быть, реально здесь нет? Пожалуйста. Я просто как что-то... Где-то я уже не знаю. Я уже раз пятый. Вот так вот проигрываю. Я где-то какую-то мелкую деталь просто не замечаю. Что я могу не замечать? Я вот прям все запомнил. Я не могу ничего не заметить. Вот еще один пример, друзья. Странной, необычной, прикольной аномалии. Которую я не сразу заметил. Все реально прошел. Прям все идеально, идеально. А потом начал немножечко... Немножечко не втыкать. Поначалу все было идеально. Но в процессе я понял, что я становился ниже, ниже и ниже. И смотрите. Я просто уменьшаюсь. И когда я посмотрел, что кукла чуть ли не выше меня, я понял, что, друзья... Аномалия себя проявила. Хотя изначально я вообще этого не заметил. Особенно, когда в движении. Блин, класс. Так. Возможно. Слушайте, друзья, возможно. Я очень часто проигрывал, потому что вот сюда вот не обращал внимания. Да, это правда. Единственное место, на которое я почти никогда не обращаю внимания, это на надпись. Ну, типа, надпись с правилами, что-то такого. Было странно изначально, что она на каждом этаже. Обычно, если она только на первом, ну, то есть, в начале игры. И потом она пропадает. А здесь она всегда была. Я пропускал ее. А вот вчитайтесь теперь. Дорогие резиденты, если вы встретите аномалию, то вы прокляты. Все, думают, вы погибли. Пожалуйста, паникуйте. Тебе нужно просто лгать. Что-то там насчет света и так далее, и так далее. И в конце, видите, have a bad day. Желаем вам плохого дня. Короче, очень ужасная надпись. Ну, возможно, это тоже была аномалия, которую я пропускал. Вот и ноты, ладно. Будем еще внимательнее играть. Уже седьмой этаж. И нашел еще один пример аномалии, которую я всегда пропускал. Из-за этого бомбился. На самом деле, я играю очень долго уже. Частика два, наверное, не меньше. Здесь еще много мелких таких неприятных аномалий, которые незаметно на первый взгляд. Короче, противогазы. Огнетушители, смотрите. Они перевернуты. То есть бирки, бирками, короче, вовнутрь. Это необычная аномалия, но, типа, давайте. Это же аномалия, по-любому. Ну-ка. Да, шесть. Да, видите, они развернулись. Я на это тоже редко обращал внимание. Я в основном обращаю внимание на то, есть ли вообще, в принципе, огнетушитель или нет. Иногда он пропадает или как-то перемещается. Ну, чтобы вот, знаете, там бирки на нем поменялись. Это я не сразу на это обращаю внимание. Ну, вот такие дела, друзья. И вот я вновь на шестом этаже. Могу ли я пройти дальше? О, опять бирки пропали. Так, подожди, 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 вау, вау, я только сейчас понял. Точнее, только сейчас на это обратил внимание. А что, одинаковые аномалии могут, ну, типа, повторяться? Если так, то это меняет дело. Я, если один раз был, например, огнетушитель повернут, то я больше на огнетушитель вообще не смотрю. Ну, типа, было, было, все, больше не должно быть. Четвертый этаж, рекорд. Оказывается, аномалии могут повторяться. Надо было это написать. Просто, насколько я знаю, родоначальника этих игр, да, выход 8 и первые подобные клоны, ну, как правило, аномалии не повторялись. Это была ключевая такая истина. Негласное правило. Чуваки, аномалии не повторяются. Ага, картина, опять. Ну, серьезно, это вот за эту, ну, катку за эту попытку пройти, кстати, пятый этаж. Вы серьезно? Это уже, наверное, третий раз, когда вот в том месте вместо моста была картина лесной дороги. Так, хорошо. Четвертый этаж. Пока что идем на рекорд. Сразу осматриваемся все вокруг, все вокруг. Я стал чаще заглядывать в мусорные вот эти вот урны. Там иногда что-то можно найти. Например, куклу, которой там быть не должно. Don't panic. Я уже, знаете, я все выучил. Сколько противопожарных сигнализаций стоит, сколько камер, где они расположены, вентиляция, вот сколько и где она тоже должна быть. Вот прям все-все-все. До мельчайших деталей. Так. Ну, вроде бы все обнюхал, все посмотрел. Ну, вроде бы нет аномалий. Черт. Страшно. Четвертый этаж. Не хочу проигрывать. Не хочу на тринадцатый. Хочу на третий. Позяйте, позяйте, позяйте. Да. Фу. Фух. Друзья, выдыхаем. Вот такие моменты самые напряженные. Вот когда вот нет аномалии, ты не знаешь, а реально нет. Или ты чего-то не заметил. И потом отлетаешь с самое начало на тринадцатый этаж. Я понял, что не так. Я понял, друзья, что не так. Вы ничего не замечаете? Да, внешне аномалий нет. Это правда. Но пропал звук шагов. Это та из аномалий, друзья, которых, ну, такие аномалии я очень редко замечаю. Вроде бы выходишь и вроде бы ничего не поменялось. А звука шагов-то и нету. Они должны быть. Это мега-супер-аномалия. Послышите, да? Вот теперь сон на своих местах. И у нас второй этаж, друзья. Ух, 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 ух. Мы близки. Мы близки. Но сейчас все решится. При беглом осмотре, при более внимательном я не заметил аномалий. Соответственно, их здесь нет. И если их нет, я достигаю первого этажа. И вуаля. Мы побеждаем, по идее. Либо полная фиаско. О, их реально не было. Да, да. Много часов, я около трех часов уже мучаюсь суммарно. так что, скорее всего, скорее всего, скорее всего, я просто реально все звучу. Абсолютно все. И где выход? Когда мне можно будет выйти? Я же первый этаж. О. О! О! Да неужели? Эта дверь наконец-то открылась, я смогу выйти. Как это классно, да? Возможно, я избавился от проклятия этого отеля. Что же там? Что же? О! Да, мне очень понравилась. Очень классная игрушка, но она довольно сложная, честно скажу. Порой меняются очень незначительные детали, и ты немножечко в шоке. Я прошел далеко не с первой попытки, далеко. Я около трех часов мучился, чтобы прям все заучить досконально, каждую мелочь, каждую пожарную сигналку, там, где аж висит, в каком количестве, какого размера, короче, приходилось мучиться изрядно. Большое спасибо всем за внимание, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. А ссылочка на эту игрушку будет в описании под этим видосом. Также не забудьте там же в описании посмотреть ссылочки на мой телеграм-канал, на мой дискорд, на мой дзен и на мой бусти. Поддержка вашему каналу очень нужна. Желаю всем крепкого здоровья и позитивчика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok